В Бресте состоялась пресс-конференция начальника ОВД Брестского облсполкома Олега Шуликовского, на которой были подведены итоги работы правоохранительных органов региона за 2021 год. Участниками столь важного и, несомненно, актуального мероприятия стали, конечно же, представители средств массовой информации, которые могли задать интересующие их вопросы. Один из первых – сфера наркоконтроля. Олег Шуликовский отметил, что, несмотря на высокую раскрываемость, проблема всё же есть. Вовлечение несовершеннолетних – взбыт наркотиков, что сразу приводит к серьёзным последствиям. Что касаемо преступности в сфере наркоконтроля, преступлений стало больше. Больше стало наркотиков в стране. Следует это констатировать. У нас вызвала очень серьёзная беспокойность – это совершение несовершеннолетними наркопреступлениями. К сожалению, наши дети уже серьёзно задумываются таким видом предпринимательской деятельности, как торговля наркотиками. И это не только тренд Брестской области, это общереспубликанский тренд. Значительно увеличилось количество несовершеннолетних, которые являются взбытчиками наркотических средств. Начальник УВД отметил положительную тенденцию по замедлению темпов роста в сфере киберпреступлений. Развитие информационных технологий, с одной стороны, благо. Наша жизнь им становится более комфортной и качественной. Но, как у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. Это фейки, с которыми не перестают бороться, и прямые финансовые потери людей, которые возможны при неосторожном поведении в сети. Сейчас ведется работа по подготовке указа президента, и активная ее фаза, это первый квартал 2022 года, где на законодательном уровне будут регулированы взаимоотношения между органами внутренних дел, в частности, с сотрудниками подразделений противодействия киберпреступности, и банковских учреждений, и представителей услуг связи. Почему? Потому что киберпреступность, ее порой нельзя пощупать. Она вся в сети, она вся виртуальна. Преступники, большинство преступников, находятся за пределами Беларуси. Наши борцы с киберпреступностью, белорусских хакеров, устанавливают, задерживают, изолируют, доказывают им их преступление. То есть, если хакер наш, белорусский, совершает преступление с территории Беларуси, ну ладно, 100% не буду хвастаться, но 90% я даю, он будет из-за плеча. К сожалению, все преступления раскрыть невозможно. Причины могут быть разные, но все же результат есть. Начальник УВД привел несколько таких примеров. В Брестской области раскрыты громкие преступления, которые на протяжении долгого периода оставались загадкой. Это убийство семилетней давности женщины в Пружанском районе, которая была изнасилована, зверски убита и сожжена. Но установить подозреваемого на тот момент не удавалось. Глава УВД также рассказал и о разбойных нападениях на дома жителей Барановичей, совершенные группой лиц 4 года назад. Нам удалось изобличить преступную группу разбойников, которые с 2016 года совершали разбои квартирные с оружием, со связыванием потерпевших с насилием. Тоже доказано, по-моему, 6 эпизодов совершения преступления. Олег Шуликовский акцентировал свое внимание на работе сотрудников госавтоинспекции. Сфера обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется снижением общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Ведь на дорогах проводятся специальные профилактические мероприятия с целью выявления нетрезвых водителей за рулем, бесправников, а также пресечения нарушений правил дорожного движения. Что-то не сделали, но я бы так не сказал, потому что я высоко оцениваю работу. Отдельный руководитель Брестской милиции остановился на готовности своих подчиненных к обеспечению правопорядка при проведении референдума по новой редакции Конституции, которая состоится 27 февраля. В области планируется организовать чуть менее 900 участников для голосования. Правопорядок будет обеспечен, заверил Олег Шуликовский. На каждом участке будет нести службу сотрудник органов внутренних дел, чтобы обезопасить избирателей, членов участков избирательной комиссии. Не сомневайтесь, порядок мы обеспечим. Что касается опыта 2020 года, что касается опыта Казахстана, выводы мы сделали, сотрудники прошли дополнительное обучение, мы разобрали ошибки, которые, что греха-то избыли и с нашей стороны, при обеспечении правопорядка. Очень много ошибок казахстанские коллеги, конечно же, допустили. И с учетом этого мы все готовы. Поэтому еще раз заверяю, комиссии будут работать нормально, и правопорядок будет обеспечен. Начальник УВД в своем интервью резюмировал оперативную обстановку. Ее состояние он обозначил в целом как стабильное. В прошлом году сотрудники органов внутренних дел региона успешно справились с поставленными задачами, что позволило своевременно и адекватно повлиять на негативные изменения, обеспечив положительную динамику. В 2021 году органы внутренних дел Брещины со своими задачами, функциями справились в полном объеме. На высоком уровне был обеспечен правопорядок в области. Эффективно осуществлялась работа по борьбе с преступностью, в том числе общей уголовной преступностью, преступностью в сфере высоких технологий, наркопреступлением и другими видами. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.